здравствуйте меня зовут анастасия вы смотрите канал своя закваска сегодня делаю обзор вегетативных растений которые я выращивала в этом году вообще для меня это новшество до этого я выращивал цветы только через семена но общее впечатление от вегетативных растений хорошие но главная моя ошибка выбирала по картинке а не по отзывам начинать надо было с проверенных сортов которые у всех на слуху ну что есть то есть петуния тумбелина присцила потрясает ее цветок он очень необыкновенно красивый но их мало поскольку это махровая петуния она цветет конечно не так обильно как с простым цветочком и куст у нее не слишком-то охотно и быстро нарастает но я зачеренковал на следующий год я попробую и зачеренковать для следующей летней вегетации пораньше чтобы успела просто нарасти вегетативная масса оказалось достаточно устойчиво к мучнистой россии хлороза единственный недостаток что вот медленно нарастает и не сильно обильно цветет цветочек некрупный белосиренево лиловый с прожилками не слишком махровый вот такая вот у него интересная серединка неплохая симпатичная петуния но не могу сказать что я буду выращивать ее каждый год петуния ледяное небо но звездочек я никаких белых пятнышек на ней не увидела вот где-то вот одна появилась это самое первое а так вообще все лето вот просто синий центр и белый край неплохая устойчивая петуния именно болезням но опять же как и тумбелина присцила не могу сказать что я от нее в большом восторге и что я хочу ее выращивать то есть небольшой куст она не нарастила у меня большую шапку поэтому я ее даже не стала черенковать на следующий год вегетативная петуния тумбелина белинда помните что в прошлом году я искала достойную замену петунии дабл каскад блю дабл каскад блю это больше кустовая она израстается ее нужно стричь я искала именно вот такой вот махровый синий ампель я нашла но сказать что я в полном восторге от нее я не могу до симпатичная петуния махровый цветочек ну вот такое не очень обильное цветение и также неохотно наращивает зеленую массу то есть вот этот череночек у меня растет с весны и даже вот половину кашпо она не закрыла хотя я думал что это будет настоящий ампель у которого будет такие вот большие огромные махровые цветы никаких конечно огромных цветов она не выдает это достаточно такой небольшой цветочек но более махровый например чем-то белина присцила тоже устойчивая к болезням но пока не могу сказать буду ли я ее каждый год выращивать но уже зачеренковал на следующий год для повторной пробы я не знаю это свойства вегетативных петуний или это какие-то проблемы с черенками которые мне пришли либо это проблемы именно конкретно со мной что-то я не так делаю хотя трудно верится что проблемы во мне потому что для всех ее технология выращивания одинаково вот это петуния тумбелина суса она сидит у меня с весны маленьким череночком и вот посмотрите сколько она нарастила вегетативной массы можно сказать ничего не нарастила и практически не цветет какие-то несовершенные цветы деформированные может быть это вирус не знаю но вот сейчас к осени начала немножечко трогаться в рост и и и даже появился какой-то вот свежий более-менее на что-то похожий новый прирост может быть она не очень любит солнце вот я ее убрала сюда в цветник тень пиона и она начала здесь нарастать может быть делаю в этом но общем-то и целом она меня расстроила и я от нее ожидала гораздо большего но на всякий случай я ее зачеренковала чтобы все-таки попробовать еще раз может быть что-то пошло не так с черенка может быть там была корневая система как-то замотана во что-то и я не увидела и не проверила в общем буду сама черенковать пробовать и буду делать окончательные выводы на следующий год еще одна вегетативная петуния капелла неон пинг красивая петуния достаточно такая ровная плотная шапочка обильная цветущая но я бы не стала ради вот этого цвета заказывать вегетативный черенок с успехом можно вырастить wave pink очень близкий по цвету и получить не хуже результат а может быть даже лучше потому что вот это не ампель это такая вот круглая шапочка образуется то есть не спустил к августу никакие плети то есть вот как был край горшка так он и остался при том что эту петунию я не стригла она немножко склонна к заболеваниям то есть не очень-то устойчивая то есть и хлороз и мучнистая роса то есть все здесь есть не буду больше выращивать сто процентов черенок не снимала следующая вегетативная петуния baby doll делаю обзор по июньской фотографии так как в июле у нее завяла вся надземная часть и я ее подстригла но она так больше не обросла что это было я не знаю может ложная мучнистая роса а может фузариозные увядания но пока растение было в тургоре я смогла заметить одну особенность этой петунии сначала я разместила ее на ярком солнце и вместо малиновой основы и четких белых пятнышек появились грязные разводы цветочек был похож на грязную тряпку а когда я убрала ее только на утреннее солнце яркая расцветка вернулась симпатичная петуния но из-за того что у меня она по непонятным причинам пропала больше приобретать ее не хочу следующая вегетативная петуния светуния starfish хорошая устойчивая к болезням петуния кустового плана габитус компактный шарообразный цветочек среднего размера с яркой необычной окраской но с плохой устойчивостью к дождем завязывает очень много семян из-за чего обильная волна цветения сменяется более скромной для меня оказалось не очень интересной из-за размера куста и из-за неустойчивого к дождям цветочка на следующий год заказывать не буду следующие вегетативные растения этого года махровые калибрахуа у них замудленные названия поэтому я решила их не запоминать но влюбилась я в них с первого распустившегося цветочка я заметила что вегетативная калибрахуа как и вегетативная петуния менее требовательна к объему то есть корневая система более компактная чем у семенной калибрахуа и соответственно надземная часть также компактнее в два 12 литровых ведра я высадила по четыре черенка и им очень комфортно в то время как из семенной калибрахуа с трудом уживаются три растения в тех же самых 12 литрах это видно по быстрому пересыханию грунта единственный недостаток но в году это касается многих растений это склонность к мучнистой россии поражение выше среднего поэтому обработки не пропускаю строго один раз каждые две недели дальше вегетативные вербены sun pink и sun lavender не смогли себя показать так как были подсажены кампельным петуниям серии опера и были все лето очень угнетены обязательно зачеренкую и в следующем году посажу в качестве моно посадки для того чтобы понять сорт следующее вегетативное растение выращиваемое мною в этом году это алисум снова принцесс это подарок от моей подписчицы евгений радует меня все лето очень мощное требовательное к объему грунта и влаги растения выращивала и ведре на 16 литров и в шине до 50 литров и в открытом грунте лучший результат по моему мнению это открытый грунт хотя даже и в ведре выглядит неплохо алисум мне понравился как дополнение к основному растению имеющее свойство усиливать или оттенять яркие цвета других цветов растение эффектное объемное и очень ароматное и последняя питания в моем обзоре это питания вегетативная рим манжента потрясающая питания это единственная из вегетативных который меня порадовал на сто процентов это и красивый цветочек это и огромные каскадные плети но это вот серия вегетативной питания каскаде она очень устойчиво к заболеваниям непрерывно и очень плотно цветет вот такая вот красивая шапка на 10 августа и я думаю что еще больше и больше будут спускаться плети но я считаю что это питания для любования снизу вверх то есть это каскадная питания ее нужно обязательно подвешивать она разваливается в центре куста если я бы сейчас подставила стремянку вы бы увидели что сверху может быть и не очень-то красиво а вот так вот на подвесе со стороны она смотрится очень и очень эффектно радует меня с самого начала как только вот я череночек посадила во первых он очень быстро стал развиваться сразу было видно что это мощная питания она имеет достаточно крепкую хорошо развитую корневую систему и вот это ведро на 12 литров которые она посажена очень быстро пересыхает то есть раз в сутки я ее точно поливаю то есть дождь иногда ее не может до конца промочить и мне приходится после дождя подходить и еще и еще и поливать вот такая вот она мощная красивая достойная я считаю что к выбору вегетативных питуней нужно подходить с умом то есть я выбрала непонятно на что ориентируясь то есть единственное стопроцентное попадание было с риммаджентой нужно смотреть блогеров и смотреть как какое отношение каждому сорту то есть не просто так по картинке посмотреть как все таки именно в жизни у людей цветет и развивается данное растение но вот от этой питунь и по моему все в восторге то есть сколько я отзывов слышала никто не может сказать что они равнодушны к этой питунь и единственный может быть такой вот небольшой минус бы я отметила что она немного темновато то есть может потеряться в большом количестве цветов и только искушенный может остановить на ней взгляд потому что краешек достаточно тоненький светлый и очень очень темная серединка обратите внимание и например в ночи и ее тоже очень мало заметно то есть вот такие вот белые питуньи яркие их они бросаются в глаза риммаджента конечно она теряется но это небольшой недостаток потому что те кто понимает толк в питуньях конечно же сразу увидят эту красавицу приметят и обязательно будут себе ее приобретать вегетативные черенки на этот сезон я заказывала в интернет-магазине виола я не очень довольна этим заказом во-первых из-за того что без предупреждения вместо двух заказных растений пришло два других то есть вместо петхуа пришла питунья ледяное небо а вместо желтой махровой калибрухуа желтая с простым цветочком во вторых из-за того что многие растения казались не жизнеспособные у меня пропали почти все черенки бальзамина фуксий черенок колиуса и батата и две питунья на следующий год буду покупать вегетативные растения у блогера евгений из нижнего новгорода поскольку мы живем в одном городе я смогу приехать и выбрать растения сама в планах приобрести все три расцветки серии петхуа табл вайт и может быть что-то из серии фанфара плюс я сниму самостоятельно черенки из тех вегетативных растений что вам показала сегодня надеюсь данное видео оказалось полезным благодарю за просмотр всего вам самого-самого доброго